Здравствуйте! В эфире телекомпания Город, программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Сергей Евгеньевич Рашенбуршев, директор Мега Альянс Ниссан. Здравствуйте! Добрый день! 15 мая началась официальная продажа Ниссан Кашкай нового в России. Расскажите, пожалуйста, подробно о новом автомобиле, к которому мы уже так привыкли. Что в нем появится, как он изменится? Автомобиль претерпел массу изменений. Это и кузов, это и подвеска. Также многие клиенты просили у производителя и у представительства расширить линейку двигателей. И представительство на это очень конкретно отреагировало. Теперь на двигателе устанавливаются три вида силовых агрегата. Это двигатель с объемом 1,2 литра и мощностью 115 лошадиных сил. Родной атмосферный двигатель двухлитровый, который в основном устанавливается с мощностью 144 лошадиные силы. И будет также устанавливаться дизельный двигатель с мощностью 130 лошадиных сил и объемом 1,6 литра. Данные двигатели очень сильно были доработаны в плане экономики топлива. Если дизельный двигатель, экономичность будет порядка 5 литров на 100 км пробега, то бензиновый двигатель – это порядка 7 литров у двухлитрового двигателя и порядка 6 литрового двигателя. Также массу изменений и доработок внесли в систему безопасности. На автомобиле установлена необходимая система контроля слепых зон. На автомобиле установлена помощь при парковке, произведена доработка, изменение вариатора на автомобиле Nissan Qashqai. Он стал более плавный, более динамичный по отзыву на педали акселератора и более надежный. По управляемости автомобиль стал очень остро и адекватно реагировать на запросы водителя. Вы сказали, новый 1,2 объемом турбомотор 115 лошадиных сил. Не маловато ли, по вашему мнению? Автомобиль достаточно спокойно, уверенно держится на трассе, неплохо себя чувствует в городе. Если автомобиль будет управлять, например, девушка, а у нас многие девушки любят тоже Qashqai, некоторые не признают вариатора, а именно хотят механическую коробку, а двигатель 1,2 будет идти только с механической коробкой, вариатор или автомат устанавливаться не будет. Вполне адекватная машина, ведет себя очень хорошо, даже с балластом в 400 кг, которые по просьбе в него устраивали. Машина хорошо себя ведет, имеет очень большую экономичность топлива, и вполне хорошо едет по дороге, никаких вопросов к ней не возникло. То есть больше, наверное, для молодых людей вот этот вариант? Ну, может быть, да, может быть, потому что машина хорошая, хорошо себя ведет, рекомендовала очень хорошо. Все-таки время идет, цены растут на все, и, по всей видимости, цены и на Qashqai вырастут. Да, как бы, цены на новый Qashqai стартуют от 862 тысяч рублей. Это уже включена стоимость за окраску металлик кузова. И в зависимости от комплектации, комплектации автомобиля очень много, и переднего привода, и полного привода, и отделки салона, и достаточно много комплектаций. Я думаю, что каждый, кто захочет, выберет себе автомобиль, который им будет необходим. Максимальная стоимость порядка миллиона четыреста автомобиля. Это уже с перфорированной кожей, отделкой сидений, кузов, салон автомобиля и так далее. Ну, для любителей. Да, для любителей, все, что угодно, мы можем сделать, сказать, автомобиль любого цвета. Цветовая гамма автомобилей очень расширилась, очень расширилась, добавили цвета. Ярко-синий, бордовый, такие цвета, которых раньше в Qashqai не было, и очень хорошо смотрятся. Они уже есть на складе у нас, можно приехать, пройти тест-драйв, выбрать цвет, и уехать на новом автомобиле. А как вы уже успели заметить, все-таки больше девушкам нравится вот этот автомобиль, такой вроде маленький, такой высокий с другой стороны. А вот мужчинам, наверное, больше интересно, ну, скажем так, взрослым, да, состоявшимся. Мужчинам больше интересно, когда же выйдет X-Trail. Ну, выход X-Trail мы ожидаем к концу 2014 года. К концу 2014 года, если и будет небольшой тайм-аут, да, по выходам моделей, то максимум могут перенести на начало следующего года. С чем это связано? Дело в том, что Nissan открыл год большим стартом по замене модельного ряда. Как мы все знаем, в прошлом году у нас началась замена автомобилей с Nissan Almera. Дальше продолжилось рестайлингом патруля. Патруль уже у нас в рестайлинге. Буквально месяц назад у нас вышла новая Тиана, которая прекрасно изменилась. Совершенно автомобиль стал другой. Только похвала, только положительные эмоции. То есть отзывы уже есть? Отзывы уже есть. Люди приезжают, люди приобретают автомобили. Просто автомобиль стал совершенно другой. Совершенно другой немножко, можно сказать, стал немножко, может быть, даже ярким. Потому что всегда Nissan Almera это был такой статный автомобиль для госслужащих, для директоров организаций. Сейчас статус машины немножко поменяли. Он стал более молодежный, более агрессивный вид в автомобиле стал. Поэтому автомобиль сейчас пользуется достаточно хорошим спросом. И в тех комплектациях, которые он есть, он вполне конкурентоспособен и хорошо приобретается. Ну и напоследок, что же нового нас ждет? Что нам готовит Nissan в ближайшее время? В ближайшее время мы ожидаем примерно в июле выход автомобиля Nissan Tirana, который уже изготовлен. Имеется партия автомобиля на заводе. Все только ждут старта Кашкая. И после Кашкая в июле, скорее всего, будет уже у нас на складах автомобиль Nissan Tirana, который все так же ждут и уже звонят и пишут. Где-то в июле. После Nissan Tirana мы ожидаем Pathfinder, мы ожидаем X-Trail. Осенью также мы ожидаем новую Nissan Teido. И ждем нового жука. Поэтому общий вал, так сказать, новых моделей будет. И мы его как бы ждем. И все уверения руководства компании Nissan, они стараются выполнять и идти по тем планам, которые нам запланированы. Это то, что касается Nissan. Также, если жители нашего города проезжают или мимо автосалона Nissan, или по московскому шоссе, они, я думаю, что заметили новый салон, который рядом построился. И новый пилон, который уже стоит. Это название Datsan. Datsan Mega Alliance. Это также одно из подразделений Nissan, который начинает выпуск, так сказать, бюджетных автомобилей, которые мы ожидаем уже в июне месяце. Это будет несколько автомобилей, которые будут находиться на тест-драйве и в салоне, в шоуруме, которые будут показываться, представляться нашим жителям. Официальный старт продаж намечен где-то на сентябрь. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Сергей Евгеньевич Рашенбурж был у нас в гостях. Это была программа «Семь минут. Все вам самого доброго». До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok